Ас – это я как раз. В мае 2015 года открылся первый в России частный музей одного художника – Анатолия Зверева. Музей АЗ. Маленький трехэтажный особняк в центре Москвы, неподалеку от мастерской Владимира Немухина, где Зверев часто бывал. Поворотным моментом к созданию музея стала выставка-проэт «Зверев в огне» 2012 года. Чудом уцелевшую в пожаре графику художника предоставила Наталья Костаки, а через два года ее сестра Алики сделала будущему музею бесценный подарок – свыше 600 работ Анатолия Зверева. Сначала они легли в основу выставки на пороге нового музея, а теперь – это часть коллекции музея АЗ. По рисункам моим и картинам можно видеть и слышать меня. Анатолий Зверев В рубахе красной, в желтой, в сорочке или нет, и все же как не злистый, а все равно поэт. Пред зеркалом гримасу состряпаешь себе и станет лучше в массе и красочной гурьбе. Анатолий Зверев родился 3 ноября 1931 года художником. Им и рос. Знал свою живописную судьбу всегда. Правда, из училища был быстро изгнан. Считается, что из-за внешнего вида. Так что официального образования не получил. Воспитывал себя в Третьяковской галерее, будучи уже взрослым. А вообще учился у Леонардо да Винчи. Избрал его наставником и вырастил себя универсальным человеком. Зверев был гениальным скульптором, великолепным пианистом, одаренным игроком в шашки, отчаянным футболером и исключительным художником. Пабло Пикассо считал его лучшим русским рисовальщиком. Жан Кокто сравнивал Зверева с Honoré Damier. Роберт Фальк говорил, каждый взмах его кисти – сокровище. Художники такого масштаба рождаются раз в столетие. Сам Зверев, хотя и сознавал свою гениальность, вряд ли с такой же уверенностью мог бы сказать, кто он. Точно знал только одно. Ему дороже всего свобода. Он был свободен ото всего – быта, условностей, обязательств, денег и норм. Был раскован в выборе техники, материала, натуры и лиц, своих лиц. У Зверева толпа автопортретов. Это была стремительная и бесконечная рефлексия, авторефлексия. Зверев себя не искал, не утверждал, не любовался собой. Он себя рассматривал. При этом в зеркало почти не смотрел. Мгновенно схватывал себя сегодняшнего и пришпиливал на бумагу. Так что Зверев, кисти Зверева очень разные, но всегда честный, такой, как есть. Даже если это был театр одного художника, на этом карнавале он не надевал маски. Наоборот, срывал личину обыденности, обнажал естество. Попробуй запечатлеть себя в различном положении и настроении. И это также даст пищу твоей философии. Его портреты никогда не статичны, не законсервированы. Художник документировал себя, показывал, каким он был, есть и будет. И все не в хронологическом порядке. Время для Зверева не текло линейно и не было цикличным. Оно не существовало. Он просто не брал его в расчет. Ни когда звонил с просьбой о ночлеге в три часа ночи, ни уж тем более, когда снимал отпечаток со своей личности. Поэтому, если выстроить его портреты в порядке написания, очевидной очередности не получится. Вот этого по весу написал уже очень взрослый, потрепанный жизнью Зверев. А вот этот глубокий старик появился в юности. Он так жил. Когда как? Как я жил? Я никогда не жил. Я существовал. Жил я только среди вас. Вы это те, кто менял орбиту, а меняли все, кто попадал в поле действия Зверева. Вокруг и около него всегда были поклонники, почитатели, обожатели, уважатели, люди, в которых Зверев остро нуждался, в том числе просто как в зрителях. У художника была лихая рука. Он писал резво, резко, зорко. Устраивал из сеансов театральные действия, перформансы. Собственную жизнь тоже превратил в искусство. Сделал художественным актом. Жил без дома. Творил без мастерской. Рисовал без красок. Да, да, считал, что настоящий художник может без них обойтись. И обходился. Он писал водой от акварели, свеклой, глиной, соком травы. За кажущимся пренебрежением к материалу пряталось глубокое знание предмета. Зверев владел альфрейной росписью. Профессию эту получил по совету своего школьного учителя рисования, известного художника и педагога Николая Синицына. Так что после досрочного освобождения из армии Зверев смог устроиться маляром-альфрейщиком в парк Сокольники. Именно там, по подсказке своей сестры, его впервые увидел балетмейстер и преподаватель ВГИКа Александр Румнев. Застал за росписью детской площадки. Толя размахивал веником, окропляя киноварью и белилами забор. Рождались удивительные птицы, цветы. С этого момента Румнев никогда не оставлял Зверева. Опекал и продвигал. Познакомил с французским дирижером и композитором Игорем Маркевичем, который потом устроил в Париже первую персональную выставку Зверева в 1965 году. Потому что считал, что художник, сам того не осознавая, вновь открыл историю современного искусства. Александр Румнев представил художника самому Георгию Костаки. Коллекционер сразу понял, что Зверев явление уникальное, что это художник, стоящий особняком. Костаки начал его собирать сразу же. Очень любил и ни в чем не отказывал. Только в руке дочери Алики. Зверев много писал семью и много времени проводил у них на даче. Он вообще жил почти без дома. Перекати, Толя! В материнской квартире в Свиблова старался не задерживаться, только изредка ночевал и всерьез называл этот не дом Гиблова. Зверев, сам центр внимания и притяжения, мог существовать только в центре и страны, и столицы. Такой человек мог родиться только в городе и только в Москве. Поэтому Анатолий одаривал своим присутствием массу знакомых. У кого-то только ночевал, у кого-то жил неделями. Точно так же странствовал по стилям и направлениям и никуда не вмещался. Даже в среде нон-конформистского искусства Зверев был нон-нон-конформистом. При этом был очень дружен с художниками. Ну, просто дружен. Он был частым гостем в мастерских и домах Плавинского, Немухина, Вечтомова, Краснопевцева. Но дальше посиделок и застолий Анатолий не заходил. Принципиально неофициальный он и здесь избегал любых рамок. Никогда не участвовал в программных выставках и не писал громких манифестов. Пока все остальные себя утверждали, он бытовал. Эта небрежность и к славе, и к своим картинам пугала коллекционеров. С последним взмахом кисти Зверев как бы отмахивался от своих работ. Терял к ним интерес. Георгий Аппозидис, сын коллекционера Димитрия Аппозидиса, вспоминает, как он принес им под мышкой бесценные рисунки, кое-как свернутые в рулон. Шел пешком в непогоду через пол Москвы. Профессиональные ценители и сами готовы были идти куда угодно за его работами. Теодор Вульфович и Юрий Носов собирали не только картины Зверева, но и слова. Записывали его мысли, факты биографии. Старались зафиксировать личность. Историй со Зверевым происходила масса. Он был человеком-легендой. Так что, когда Наталья Шмелькова после смерти художника собирала воспоминания о нем для книги, материала оказалось много больше. У каждого был свой Зверев. И вот первый взмах руки, пауза, прицел и сильный мазок. Несколько коротких энергичных линий, прочерченных ножом-мастихином. Еще один прищур правым глазом. Еще несколько как бы вдавливающих краску в холст движений ножом в полном молчании. И, наконец, появляется кисть. Он яростно винчивает ее в поднос палитру, смешивает краски. И снова словечки-шуточки и легкое порхание кисти. Один за другим возникают пять портретов. Это часа за два-три работы. И все разные, неожиданные, красивые. Много он писал и свою жену. Да, был у Зверева период условной устроенности. Он влюбился в спортсменку-велосипедистку Люсию Назарову и укатил с ней в Тамбовскую область. Там родились дети Миша и Верочка. Но надолго Зверева не хватило. Он уехал обратно в Москву, где продолжил писать тысячеликий портрет эпохи. Однажды все лица рассеялись, и проступил лик Оксана Асеева. «Она для меня как Богородица и мать, и жена, и дочь», – говорил Зверев. Через пять минут после знакомства с ней заявил «Старуха, я тебя люблю», – и не солгал. Его сбила с ног ее красота и изысканность. Вечный странник нашел свою странницу. И ему было неважно, что он, казалось бы, запоздал со своей любовью. Ему не было сорока, ей было за семьдесят всего. Это была женщина с великим прошлым, вдова поэта Николая Асеева, одна из сестер Синяковых, которые в начале столетия перебаламутили весь Харьков и футуристическую Москву. Харьков в те годы был очень европейским и модным городом, очень свободным. В доме Синяковых собиралась литературная и художественная богема. Здесь зарождался футуризм. Бурлили Бурлюк, Пастернак, Маяковский. В семье было четыре брата и пять сестер. Эпицентром были девушки. Они занимались живописью, музыкой, устраивали бурлески, ходили голыми по Харькову. Не эпатировали, нет, просто боролись со стыдом чужим. Блеск и нагота манили многих. Всеми по очереди увлекался Хлебников. В Надю был влюблен Пастернак, в Марию Бурлюк, Вера вышла замуж за поэта Гехта, на Оксане женился Асеев. Не за силу, не за качество золотых твоих волос, сердце в раз однажды начисто от других оторвалось. Я тебя запомнил докрепко, ту, что много лет назад, без упрека и без охрика, загляделась мне в глаза. Я люблю тебя ту самую, все нежней и все тесней, что, называвшись мне Оксаною, шла ветрами по весне. Они счастливо прожили долгую жизнь. Оксана всегда была музой поэта. В 1963 году осталась одна овдовела. 27, 27 лет искал я вас очень, днем и ночью, днем и ночью. Впрочем, может быть, где-нибудь я вас видел, может быть, этим вас и обидел. Они должны были когда-то познакомиться. И познакомились. Вдова Асеева обрушилась на Зверева со всем своим шлейфом из великих людей и событий. И Зверев позволил заковать себя в синь оковы. Так разбил он ее девичью фамилию Синякова. Но что делать с мужней фамилией было непонятно. Оставалось только ревновать. И он ревновал. Мучительно, тяжело и буйно. Пытался оттеснить от Асеева ее прошлое. Он и так считал себя не столько художником, сколько поэтом. А тут особенно яростно ринулся на футуристический ринг. Дрался с словами, с уже умершими соперниками. И с мужем, и с председателем земного шара Велимиром Хлебниковым. Не подражал, нет. Глаголом выжигал из сердца Асеевой память. Печаль моя замает у плеча. Причалила к плечам. Отчаян я. Печаль печатает, читай. Печаль моя, прощай. Это было громогласное соревнование. Когда становилось совсем не в моготу, Зверев брал и выбрасывал из окна Оксаны томики чужих стихов. Листы летели, по улице летели. Он перекраивал прошлое. Я преклоняюсь пред тобою. В ногах я у тебя, но нет тебя. А я все преклоняюсь. И падаю вдруг ниц у ног твоих. И этот стих валяется со мною. Зверев писал, писал, писал. Писал и стихи, и портреты. Причем это себя или других мог изобразить на вырост. Только не Оксану Михайловну. И ее он почти всегда рисовал молодой. И не потому, что хотел польстить. Просто он видел не тело, а душу. И Асеева выплывала из глубины его портретов такая, Какая была свежая, юная, дерзкая, нежная. За этим романом серебряного века Богемная Москва наблюдала семнадцать лет. Когда Асеева не стало, Зверев долго жить без нее не смог. Начал гибнуть. Умер через год. Погубился в своем гиблого. Дом, который никогда не был домом, Стал его домовиной. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok